Столь осыпается, подлога проваливается, а на стенах цвиль и грыбок. У доме номер 5 по улице Урыцкого-Витебску за амаль 60-ти годов ни разу не проводился капитальный ремонт. Шахары давно бьют тревогу. Жить у таких квартирах стало совсем небезпечно. Меж тем, будинок уявляет собой историко-культурную каштунность города. Чему так сталося, что помник архитектуры оказался совсем у заняпаде? Высветляла Инна Кирыенкова. Сырость и грыбок давно прописались у наших квартирах, а у морозы стены промерзают наскрозь, скардится Наталья Ласкина. Уже который раз пробуем распачать ремонт, однако все марно. Одинное, что удалось заробить – заменить в окны. И на этом все. Обои отваливаются, бесполезно ремонт делать. Утеплять надо все. Потолки рушутся, все гниет. Балки все гнилые, пол ходит ходуном. Это ужас. И таки жах должится десяти годзями. А пошний раз у доме проводили капитальный ремонт амаль 60 годов тому. Отопление, туалет делали. То что у нас на улице было. Газ проводили. И все. И на этом все. А мы же платим за капитальный ремонт. Жить у таких умовок стало совсем небеспечным. В один голос заявляют джихары. А это в основном люди со старелого взрослого. Мы действительно опасаемся за здоровье наше. Какие у нас здесь лестницы. Они деревянные. Они шатаются все. Какие у нас, обратите внимание, полы в подъезде. Гляньте, какие дыры в них. Просто проваливаются каблуки. Люди не раз скарделися коммунальникам на отсутность капитального ремонта у их доме. Просили отремонтовать хотя бы подъезд. На что недавно отремали у отказ. Только за свои уластные сродки. У нас здесь люди возрастные, пенсионеры все. И отремонтировать мы просто не в состоянии. Поэтому просим, конечно, оказать помощь. В сохранении дома, который представляет собой историческую ценность. Как нам поведомили у жилево-коммунальной господарцы города, дом номер 5 по улице Урыцкого не включен и успис на проведение капитального ремонта у 2021 года. Однако коммунальники запълнили, что селета обовязково проведуть обследование дома. Он находится в перспективной программе капитального ремонта 20-23 года. В этом году у нас только планировано обследование данного дома. После обследования производится проектирование, а после получения проекта решается вопрос о включении график на капитальный ремонт уже на строительную монтажную работу. Жихарам закинутого дома застается только запастись терпением и дочекаться капитального ремонта. Инна Кириенкова, Ян Пчельников, Новины, Витебск.